Продолжим грамматический разбор Суры Аль-Кадр предопределения. Мы остановились на последнем аяте «Салямун хия хатта бантыля аль-фаджр». Она благополучна вплоть до наступления зари. «Салямун» — это хабар аль-мубтада аль-мукаддам. Это может быть сказуемым подлежащим именам предложения. То есть аль-мукаддаму джавазан — сказуемый перед своим подлежащим, то есть перед мисымином хия в допустимой форме. Морфуан бель-мубтадай — поставлен подлежащим в состоянии раф-имениттен падеж. У аля-му-тарафи праздник падежа раф-этм имени. Ад-дам-туз-за-таля-ахри хиявна и дама на его конце. Хия это муптадан муахуран — подлежащий, поставленный после своего сказуемого. Дамир-у-рафан — мисыминя падежа раф-имениттен падежа. Мунфасулун — разделенное мисыминя — мабни аля-фатхин с неизменяемым кончанием с фатхи на конце. Фи-махал-ли-рафан — на месте падежа раф-имениттен падежа. В аль-му-тарафи подлежащие хия вместе со своим сказуемым, то есть со словом саламом, все это джумля-тун-исмиттен — именное предложение. Истина-фиттен — возобновленное новое предложение «ля махалля хамин аль-Ираби» не имеет места в падеже. Под мисыминем «хи» здесь могут подразумеваться аль-малайкут ангела, а саламон может быть в значении бима'на таслима, в значении таслим, то есть аль-малайкуту дзату таслимин аля-ль-му'менина, то есть ангел приветствует верующих. А также мисымин «хи» может обозначать тоже лейла тул-кадри, ай-саламон. А слово «саламон» может быть в значении саламутин ай, лейла тул-кадри, изату саламутин миншей ин махууфин — ночь предопределения благополучна, безопасна от всякого страшного дела. Хатта матла аль-фаджр — хатта это харфу джарм, предлог родительного падежа. Харфу айтану джарм, предлог родительного падежа, обозначающий предел, конец, то есть в значении иля, бима'на иля. То есть упомянутый таслим, приветствие, или же саламутин, безопасность, благополучие будет продолжаться иля тул-кадри, вплоть до наступления утра. Хатта мабдюй аль-сукони с неизменяемым окончанием, суконом на конце. Матла это у нас маджрум бихатта, поставлен харфом хатта в состояние джарм, родительный падеж. Уаламату джар и признак падежа джар в этом имени. Аль-касрату зазхрату аля ахри, хияв на каср на его конце. Валь-джару валь-маджрум харфу джар, предлог родительный падежа, хатта и поставленное им состояние джар в родительный падеж, имя матлах, мута'лихун или мута'лихан состоят в смысловой связке би таназалу, с глаголом таназалу. То есть таназалу аль-малайкату иля тулу аль-фаджри, ангелы не сходят, вплоть до наступления утра. Или же можно сказать мута'лихун би фиалин, ядуль алейхи саламан. Состоит в смысловой связке с подразумеваемым скрытым глаголом, на который указывает слово саламан. Например, ястамируна аль-таслими иля тулу аль-фаджри. Ангел продолжает приветствовать верующих вплоть до наступления утра. В этом случае, аль-джумля тул фиалит, глагольное предложение ястамируна аль-таслими и так далее, или же тусалиму тоже, возможно, тусалиму тоже, будет истинно фитон, возобновленное новое предложение. Также, аль-джару валь-маджрум, то есть хатта и матла аль-фаджри, может быть мута'лихун би салам, состоят в смысловой связке со словом салам. В этом случае, если кто-то скажет, что в этом случае, «Ха-да ю-адди иля-ил-фасл байна-ль-мастри ва-ма-мули-хи биль-муфтада», то есть это приведет к тому, что «мастр», то есть имя действия, глагольное имя, а точнее «исмоль-мастри», имя в значении имени действия, будет отделен или разделен от своего мафа'уля, от своего прямого дополнения, от своего мафа'уля, то есть от того слова, на окончание которого это слово салам воздействует, влияет. Получается, оно будет отделено от него чуждым другим словом, то есть подлежащим хи. «Ха-да мимма-ля-джусь», а что является как бы недопустимым. Валь-джаваба ответ на это является То, что относительно аль-джару валь-маджруру, то есть предлога родителям падежа и поставлено им состояние джар имени, а также имена, обозначающих обстоятельства, все это облегчается, то есть в них допускается или облегчается то, что не допускается в других составляющих предложениях. Осталось сказать, что матла – это у нас мудуаф, первый член изофетного сочетания, а аль-фаджр – это мудуаф на улейх, второго члена изофетного сочетания, изофетной связки. Маджрурум бель-мудуафи, поставлен мудуафом состояние джар, родительный падеж. У аля-муту джар и признак падежа джар в этом имени, аль-касрату-захрату аля ахри явна и касра на его конце, в Аллаху алам.